Девушки отдыхают Но именно это произошло с аргентинцем Эрнесто Гевара Гавири, более известным, как команданте Че. Здравствуйте, я на Кубе. Это имя знают во всем мире, хотя многие из тех, кто носит его профиль на футболках, уже не помнят подробностей. Кубинцы – другое дело. Здесь даже пионеры на призыв строить коммунизм отвечают – мы будем как Че. Впрочем, многих подробностей не знают и здесь. Главное из них – тайное исчезновение Че. В один прекрасный день он уехал, якобы оставив Фиделю письмо, в котором снимал с него ответственность за свои последующие действия. Че вскоре погиб в Боливии, не сумев поднять на борьбу тамошних крестьян. Но было ли это и впрямь попыткой сделать еще одну революцию, или, быть может, двум лидерам стало тесно на маленькой Кубе? Пока это тайна. Когда-нибудь откроется и она. Сегодня я возьму урок кубинских танцев. Это базовый элемент кубинского танца. Восьмерка, исполняемая попой. Научусь делать глиняный горшок ктинохон. Я, честно говоря, просто горжусь. Буду собирать фрукт с неприличным названием. На Кубе его название произносить нельзя. И приготовлю самое дорогое блюдо в мире. Подавать блангусты легально запрещено. Куба. Это, конечно, солнце, песок, море, ром и сигары. Но не только это. Куба еще и танец. Побывать здесь и не попытаться научиться танцевать по-кубински – преступление. Сейчас вот эти замечательные ребята из ансамбля Марагуан из Камагуэ предпримут практически безнадежную попытку обучить меня кубинским танцам. В этом танце задействованы практически все части тела. Голова, шея, руки, корпус и ноги. А ты будешь учить меня женской партии или мужской? А вы какую предпочитаете? Конечно, мужскую. Хорошо. Базовое движение такое. По очереди ставите ногу на носок. Раз, два. Раз, два. А что мне поднимать? Ребята, помогите мне кто-нибудь. Начинаем с правой ноги. Левая, правая, левая. Теперь включаем руки. Раз, два, три, четыре. Правая рука, левая нога. И наоборот. Левая нога, правая рука. Движение тела назад, вперед, назад. Ребята, вы от меня хотите слишком многого. Раз, два, вперед, назад. Но это невозможно. Без этого упражнения ничего не получится. Нет, я на это не могу спокойно смотреть. Смотри, смотри. Раз, два, три. Голова и ноги, по-моему, у меня работают. Но все остальное я вам не обещаю. Этот танец надо танцевать расслабленно. Не стойте столбом. Включаете тело, потом руки. Тело, голова. И говорите, да. Нравится? Вот так это и танцует. Тело, голова. Тело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта студенческая группа из университета Камагуэя существует уже 20 лет и постоянно обновляется по мере того, как ее участники получают дипломы и уезжают работать по специальности. Но вакансий в коллективе не бывает. Танцевать умеют и любят все без исключения кубинцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держите темп. Ваша рука должна быть точно посередине моей спины, а вы сами прямо напротив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это только со стороны кажется, что повторить все это легко. Попробуйте-ка сами, вместе со мной. И снова базовое движение. Раз, два, три, четыре. Ну хорошо, танцевать я, конечно, не научился, но зато есть теперь над чем поработать дома. Хорошо, тогда Иван покажет вам другой танец. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Танец ча-ча-ча. Ча-ча-ча это танец, в котором мужчина должен продемонстрировать все, на что он способен. Тут тоже очень важно правильно уловить движение ног. Все остальное проще. Ча-ча-ча, раз, два. Ча-ча-ча, раз, два. Ча-ча-ча, раз, два. И... 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2. Руки и ноги должны двигаться синхронно. С ногами у меня совсем беда, кажется. С ногами у меня совсем беда, кажется. Гуарачар, вот тот, кто будет учиться кубинскому танцу, вот это называется гуарачар. 1, 2, 1, 2, cha-cha-cha, 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 1, 2, cha-cha-cha Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, пожалуй, попасть в ансамбль Моисеева у меня нет никаких шансов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Танец «Сон» Это называется женский хвост Да, а я думал попа Нет, хвост Он должен выписывать восьмерку Восьмерочка Это базовый элемент кубинского танца Восьмерка, исполняемая попой Но восьмерку рисует женщина Партнеру этого делать не нужно Он должен демонстрировать свою элегантность, мужскую силу А женщина кокетничает, соблазняет его Ну, девчонки закалывают юбки Кубинцы, по всей вероятности, единственный народ на белом свете Который не порицает открытое проявление сексуальности и чувственности Наоборот, здесь это всячески приветствуется А отсутствие таковых проявлений Рассматривается как серьезный недостаток Почти как неизлечимая болезнь Коммерция Ну вот говорят, что есть европейцы, которые не родились кубинцами и которые научились танцевать этот танец. Но я, видимо, к их числу, к сожалению, не отношусь. Я сейчас попрошу ребят станцевать что-нибудь красивое и невероятное, а сам полюбуюсь на этот танец. КОНЕЦ Поездка на Кубу сегодня – это путешествие на машине времени, наше недавнее прошлое. С пустыми унизительными прилавками, где хоть шаром покати, с карточной системой, с очередями и с ежедневным вопросом. Привезли ли цыплят? Будет ли сегодня масло? Но стоит перейти улицу, как ты попадаешь в другую Кубу, в Кубу коммерческих магазинов, где есть, если не всё, то очень многое, почти всё. Правда, за доллары. Для тех, кому их присылают родственники из Майами, или для тех, кто работает с туристами и получает своему жалованию небольшую добавку в долларах. Один остров, две Кубы. Человек ищет, где лучше. И жить на Кубе пустых прилавков, желающих с каждым днём всё меньше. Тем, кому не удаётся заработать доллары, государство идёт навстречу. Передовиков производства, например, премируют. Им иногда разрешают поесть в ресторане вместе с туристами или переночевать в отеле, куда обычным гражданам вход воспрещён. Подавляющее большинство кубинцев уже не скрывают. Они ждут перемен. Если не считать Гаваны, которые, конечно же, вне конкуренции, то самый живописный город Кубы – это Камагуэй. В основном, благодаря вот этим вот горшкам. По-испански такой горшок называется Тинохон и служит для сбора дождевой воды. Попробую я сделать такой же. Профессия – гончар. Обладает терпением стойка и точно знает, где заканчивается ремесло, а где начинается искусство. Оказалось, что сделать Тинохон не так-то легко. Для того, чтобы произвести на свет даже небольшой Тинохончик вот такого размера, нужна неделя. Но делают их здесь совершенно необычным образом. Кубинский скульптор Оскар Лассери сейчас попробует научить меня делать настоящие Тинохоны из Камагуэй. Раньше эти горшки делались сразу в земле. Вырывалась яма, она выкладывалась длинной, и только потом над этой ямой мастер поднимал уже верхнюю часть горшка. Он был, так сказать, не переносным, а стационарным. Так, первая операция не кажется очень сложной. Хотя, кто его знает, как пойдет. И теперь разравниваем. Интересно, что город сохранил горшки как традицию, но не использует их по прямому назначению. Да нет, иногда, правда редко. Эти ковшины используют, чтобы хранить воду или масло, например. Но в основном это, конечно, традиция. Самое удивительное, что Тинохоны, которые стали символом Камагуэя, в действительности приехали из Старого Света. В них когда-то на кораблях конкистадоры привозили оливковое масло, вино и всякие другие съестные припасы, которые тогда не производились здесь, в новом свете. А когда был основан Камагуэй, оказалось, что место для него было выбрано не очень удачно, потому что здесь большие проблемы с водой. И тогда решили использовать эти горшки как резервуары для дождевой воды. Удивительно просто, но сам бы никак в жизни не догадался сделать круг таким способом. так и теперь поднять. Задница, кувшина, так называют это мастера. Но это если мягко переводить испанское выражение, которое употребил Оскар. У него, конечно, не такой аккуратненький, но вполне пока прилично идем. теперь теперь положим вторую полосу и соединим их. Важно выдерживать угол наклона стенки, это самое сложное. А потом будем увеличивать конус, пока не надоест. Если сделать угол слишком большим, тенахон получится огромным. глина вообще очень легкий материал. Это почему? А можешь делать все, что душе угодно. Не нравится переделать? Задача выровнять теперь стенки этого самого тенахона. Теперь самое главное то, что делает тенахон из Камагуэя тенахоном это очаровательная линия. Самая, пожалуй, сложная. Если бы ты меня предупредил, что приедешь, я бы заранее подготовил первую часть. Сейчас мы просто не сможем закончить горшок. Он рухнет. Так, смотрите, я вам объясню, в чем проблема. Мы дошли сейчас с Оскаром до предела, которое терпит глина. Для того, чтобы сделать горшок правильной традиционной формы, чтобы он был одинаков и в высоту, и в ширину, и имел вот эту обаятельную округлость, вот эта часть горшка должна высохнуть. Поэтому сейчас мы с ним расстаемся. А завтра вечером встречаемся и попробуем завершить начатое дело. Куба. Фруктовый рай. Здесь даже палка, воткнутая в землю, превращается в дерево. Ну, конечно, если воткнуть ее с умом. Хотя остров находится в северном полушарии, время сбора некоторых фруктов. Здесь не осенью, а весной. Пойдем посмотрим, как они это делают. Кубинская Гуаява. Это Гуаява. Из мякоти мы делаем джем, другие сладости. Еще ее используют для украшения блюд в отеле. Для украшения? Ну да, она же красивая. Гуаява созревает постепенно. Начинают ее собирать весной и собирают до августа. Наверное, снимать зеленую или коричневую? И то, и другое. Кубинцы считают, что вот эта ранняя Гуаява хороша для того, чтобы съесть ее свежей. А вот из той, которая вызрит к августу, получится вкусное варенье, которое кубинцы обожают есть сыром по утрам. гуаява совершенно удивительный запах. Очень тонкий и необычный для нашего носа. Сложно только разобраться, почему мы срываем и черный, и желтый. Наверное, есть в этом какой-то кубинский смысл. Когда-то джем из Гуаявы продавался и у нас. Кубинцы рассчитывались им за нефть и другой стратегический товар, который поступал к ним из Советского Союза. А потом джем пропал с прилавков, как пропали и кубинские сигареты. Честно говоря, жаль. Ну, хватит, а то ящик не выдержит. Вот так собирают Гуаяву. Пойдем посмотрим, как собирают фрукт, название которого вслух на кубе произносить неприлично. Фрута-бомба. Тропический фрукт. Общепринятое название папайя. На кубе считается нецензурным. Вот этот фрукт во всем мире называется папайя. На кубе его название произносить нельзя. Это страшное отвратительное ругательство. Кубинские женщины начинают краснеть, а мужчины хохотать. Здесь его называют фрута-бомба. Фрукт-бомба. Созревает он потихоньку, поэтому рвать надо только те, на которых появились желтые полоски. Чего это вы меня рассматриваете? Давайте работать все вместе. Даже азартно. работают кубинцы главным образом с утра и вечером, потому что днем солнце настолько жесткое, что работать объективно трудно. Ну а собирать эту папайю фрукт-бомбу помогает им старая добрая Беларусь. Теперь я понимаю, почему бейсбол стал у вас национальным видом спорта. Шутка. Это слишком маленькое. Все, которые падают, как ни жалко, к сожалению, уже идут только в переработку. И урожай нельзя оставлять надолго в поле, потому что папайя фрукт нежный, на солнце портится быстро. А привезти ее к нам целая Марокко. Хотя привозят. Не знаю, как у вас, если живете в глубинке страны, а в Москве уже папайя продается. Для тех, кто может ее купить, конечно. трактор. Ну и как работает трактор? Отлично. Он ведь старенький, правда? Даже сейчас, когда в стране стали появляться мало-помалу механизмы и машины из европейских стран, Канады и Америки, кубинцы все равно говорят, что мы предпочитаем те, которые делались в Советском Союзе. Не так комфортно, зато работает. В 17 лет пашет трактор, и хоть бы ему что. Трактор, который застал расцвет Кубинской революции, расцвет эпохи дружбы с Великим Советским Союзом, с которого Куба брала пример абсолютно во всем. И этот трактор стал сейчас свидетелем перемен, которые ведут Кубу вперед к счастливому будущему. Возможно, оно будет называться не так, как хотелось бы некоторым. Но жизнь этих людей становится все лучше. И мне приятно осознавать, что трактор Беларусь имеет к этому отношение. Государство помогает вам, очень даже помогает, поддерживает кооперативы, обеспечивает техникой, удобрениями, покупает продукцию, всю на корню. На Кубе на самом деле все запутано. Здесь теперь ходят три вида денег. Кубинский песо, который русский человек бы назвал деревянным. Кубинский конвертируемый песо, который в некотором смысле в расчетах заменяет доллар. И доллар, который ходит теперь по Кубе, так же, как ходит по России, даже больше, потому что его официально принимают во всех ресторанах и отдельных магазинах, которые у нас когда-то назывались коммерческие. Так вот, значит, насколько я понял, продавать они обязаны государству, но государство покупает у них за доллары, ну, возможно, по цене чуть меньше, чем та, которую они могли получить на рынке. но зато гарантированно без головной боли и проблем. Похоже, как если бы дыню поженили сначала с персиком, а потом с морковью. что-то среднее получается, но очень вкусно. Всё, ящики полны, урожай надо вести в тенёк, чтобы не испортился. Ну вот, прошло уже больше суток, наши заготовки подсохли сегодня истопад. Продолжим наши труды. КС, а что помогает кубинцу сохранять оптимизм и чувство юмора? Я знаешь, почему спрашиваю? У нас ведь у русских тоже не такая уж простая жизнь. Но русские всегда грустны. Погода плохая, зарплата маленькая, водка тёплая. А вы всё время веселитесь, танцуете свой ча-ча-ча. Почему так? у нас говорят, плохую погоду встречаю улыбкой. А что поделаешь? Как говорится, усталые, но довольные. Вынывать никогда не стоит. Иначе тебе конец. тенахон тенахон можно сделать на гончарном круге. Собственно, Оскар это и сделал, пока ждал нас. Вот эти вот замечательные тенахончики у него вышли, я думаю, минут за 10-15. Но круг не использовали первоначально мастера, которые делали тенахон на кубе, они работали именно вот так. Ручную сшивая полоску за полоской. И мы хотим сделать тенахон в соответствии со всеми технологическими нормами 17-го века. попробуем уравновесить эту историю более-менее. Нормально. Хороший горшок. И снова выравниваем. Ну да. Если тенахон не научишься делать, то уж щипаться будешь отлично. А ты, как артист, ведь владеешь искусством пиропа. Конечно, хотя изначально пиропа пришло к нам из Испании. Кубинцы все без исключения владеют искусством пиропа. Пиропа это искусство уличного комплимента. Ни один мужчина на кубе не пройдет мимо хорошенькой женщины, не сказав что-нибудь этакое. Как они сами говорят, пиропа это смесь меда и перца. Он должен ласкать вкус и в то же время жечь большие мастера. Во-первых, женщину подзывают совершенно необычным для нас способом, делаясь так пш-ст-ст. Пш-ст-ст. Никто не обижается. Если кто-то делает пш-ст, я оборачиваюсь. Это значит меня зовут. А за этим следует какая-нибудь невероятно остроумная фраза. Но, конечно, Перопа родился или родилось в Испании. Но боюсь, что кубинцы не уступают в этом своим учителям. Так и я пока не уступаю в искусстве изготовления этого проклятого горшка Оскару Ассельи. Наконец начались проблемы. Самая, пожалуй, самая сложная часть. Не хочет он меня заворачиваться-то. Какие-то кривые они у нас с тобой получаются. Покидающие. Это Юрий, помощник Оскара, названный в честь Юрия Гагарина, между прочим. Он будет делать горловину для наших горшков. Ого, тяжел, а? Попробую соединить, не нарушив форму горшка. Ага. Чтобы стереть отпечатки пальцев. И не затереть всяческие неровности. Ну что, в общем, вот он, Камагуэйский горшок Тинохон. Конечно, мне не удалось соблюсти необходимую пропорцию, сделать так, чтобы горшок был одинаковым высоту и ширину. Но это и мастерам не очень удалось. Это не удалось и мастерам. Горшок будет называться Мигель. Это то же самое, что Михаил, только по-испански. Я, честно говоря, просто горжусь им. Оскар. Грати. Хочу тебе кое-что подарить. Грати. Спасибо. Всегда храни его на сердце, ладно? Все. Договорились. В том, что касается еды, пока есть гигантская пропасть между теми, кто живет на Кубе и кто сюда приезжает. Если первые стоят в очередях для того, чтобы купить свои четверть цыпленка и 8 яиц, положенные в месяц, то для туристов Куба настоящий гастрономический рай. Будем готовить лангуста по-кубински. Блюдо. Жареный лангуст. На Кубе разрешено употреблять пищу исключительно иностранцам. Это Барбару. Барбару. Далее. Попробуем теперь. Такой был красавец. Даже жалко рубить. Ну, ничего не поделаешь. Мы пойдем. У всех морских продуктов лангуст считается самым наивысшим деликатесом. И, между прочим, одним из самых дорогих, причем не только на Кубе, но и во всем мире. В хороших ресторанах блюдо из лангуста стоит никак не меньше 50 долларов. Соль и перец. Разновидность салата. А кубинцам ведь больше нравится рис с фасолью, чем все эти морские штучки. Именно так. Почему? Это наша кулинарная традиция. Наша самобытность. Самобытность? Ну, да. Кстати, не только здесь. Во многих странах, омываемых морем, люди почему-то любят больше мяса, чем рыбу и морепродукты. Надо перевернуть? Подоверят? Конечно. Ну, кулинарная традиция, пожалуй, самая консервативная, что есть нас. Полакомиться чем-нибудь необычным – одно дело. А изо дня в день мы ведь едим то самое, чем когда-то угощали нас наши бабушки и дедушки. Так же и кубинцы. Надо маслицем помазать. Чтобы был вкусненький лангуст. Кубинские власти ограничивают ловлю лангуста. И хотя в последние годы здесь открылись частные рестораны, подавать там лангуста легально запрещено. Впрочем, есть лангуста кубинцам вообще запрещено. Этот стратегический ресурс предназначен исключительно для желудка, который способен расплатиться за него долларами. Кстати, это не единственный запрет, который распространяется на частные рестораны. Еще один, весьма странный, частный ресторан не может обслуживать больше 16 клиентов. Поэтому даже когда на Кову приехала королева Испании, ее с Витей не разрешили войти вместе с ней. Только 16 человек. Даже ради этого кубинский закон исключения не сделал. А еще, хотите верьте, хотите нет, кубинцы жарят бананы. Пока доходит наш лангуст, я попросил Барбару научить меня жарить бананы. Барбару, а для жарки годится любой банан? Но это не самый лучший, во всяком случае. А какой самый лучший? Есть специальный сорт. Но вообще-то можно пожарить любой. Жареные бананы. Я первый раз тогда увидел, не поверил своим глазам. А на кубинском столе жареный банан присутствует практически всегда. Ну, на самом деле, способов приготовления, способов жарки бананов несколько. Это только один из них. Вот так банан оттенит наш огурец и придаст блюду тропическую экзотичность. Гулять так гулять. Масло с чесноком, правда? Да. И лимон там ем. И теперь лимон. Уже текут слюнки. Как жаль, что в москварике не водятся лангусты. Ел бы их с утра до вечера. А сыр вишь? Можно подавать? Готово. Друзья, каждый раз, когда я готовлю что-нибудь вкусное, я мучаюсь, потому что совесть гложет меня. Я думаю о том, что вы сидите сейчас у своих телевизоров, и у вас нет, к сожалению, такой же возможности, как у меня, полакариться всеми этими деликатесами. Есть два способа. Или пойти и приготовить что-нибудь не менее вкусное. Или приехать на Кубу и попробовать здесь жареного лангуста. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Спасибо всем, кто был с нами в этот час. Увидимся ровно через неделю. Где-нибудь еще. До свидания. Быстро портящийся продукт. Папайя. Фрутобомба. Восьмерочка. Это базовый элемент кубинского танца. Восьмерка, исполняемая попой. Это я пока не уступаю в искусстве изготовления этого проклятого горшка. Поскорула серия. Пойду и съем. Так и знаете. Продолжение следует.